Новороссийская военно-морская база – оперативно-тактическое территориальное объединение в составе Черноморского флота. Порпост морских ворот Юга России – одна из ведущих группировок сил флота «История создания». Новороссийская военно-морская база – самое молодое объединение военно-морского флота России на Кавказском побережье Черного моря. Новороссийская ВМБ с 1925 по 1940 год существовала номинально. Перед началом Великой Отечественной войны в декабре 1940 года Новороссийской ВМБ придается полный статус. Приказом командующего ЧФА 29 января 1941 года была определена штатная структура с управлением и штабом базы. Были развернуты дивизионы кораблей охраны водного района, учебный дивизион подводных лодок, отряд торпедных катеров, части береговой артиллерии и тыла, составившие основные силы объединения. С началом Великой Отечественной войны корабли и подразделения Новороссийской военно-морской базы вступили в бой, став опорным пунктом поддержки осажденных гарнизонов Одессы и Севастополя. Корабли и части Новороссийской ВМБ в декабре 1941 года принимали самое активное участие в Керченско-феодосийской десантной операции. В первой половине 1942 года они обеспечивали морские перевозки и эвакуации войск засажденного Севастополя из Керченского полуострова. В результате ожесточенных боев в сентябре 1942 года советские войска оставили большую часть Новороссийска. Штаб базы и ее основные силы были передислоцированы в Г. Геленджик. Оттуда в сентябре 1943 года были осуществлены высадки морских десантов на Малую Землю и в Южную Азерейку при освобождении города. Беспримерный героизм проявили морские пехотинцы, занявшие в феврале 1943 года под командованием майора Цезаря Куникова плацдарм в районе Станички, названной впоследствии Малой Землей. Моряки-новороссийцы во главе с командиром базы капитаном одного ранга Г. Н. Холостяковым отстояли город и были одними из первых его освободителей. С сентября 1943 года, когда Новороссийск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, началась многолетняя борьба с минной опасностью. В результате траления в акватории порта было уничтожено более 40 неконтактных мин. В 1947 году Новороссийская ВМБ была расформирована. Новороссийск на длительное время стал военно-морским районом тылового базирования Черноморского флота. Повторная реорганизация. В результате распада СССР образовались два новых независимых государства в Азово-Черноморском бассейне – Грузия и Украина. До 1991 года основные силы Черноморского флота базировались именно в этих республиках. Гражданская война в Грузии. Проблемы с разделом и размещением российской части флота в Крыму заставили командование серьезно задуматься об использовании Новороссийска как пункта базирования флота. Постановлением номер 1011-47 о формировании Новороссийского военно-морского района и создании системы базирования сил военно-морского флота на территории Краснодарского края. 8 сентября 1994 года правительство Российской Федерации определило статус возрожденной Новороссийской ВМБ. В ноябре 1994 года главнокомандующий ВМФ РФ утвердил состав сил Новороссийского военно-морского района, а в марте 1995 года был утвержден штат управления НВМР. Первым командиром НВМР стал контр-адмирал Евгений Васильевич Орлов, впоследствии вице-адмирал, заместитель командующего Черноморским флотом. Приказом главнокомандующего ВМФ номер 253 от 15 июля 1996 года установлен ежегодный праздник Новороссийского ВМР. 8 сентября 1997 года Черноморский флот приобрел статус российского директива и начальника Генерального штаба Вооруженных силы. 1997 года Новороссийский военно-морской район был преобразован в Новороссийскую военно-морскую базу Черноморского флота. Примечательно, что воссоздание Новороссийской военно-морской базы произошло ровно через 50 лет после ее последнего расформирования. Основные задачи НВМБ – содействие силам Южного военного округа на Приморском направлении, охрана государственной границы России во взаимодействии с силами погранвойск, обеспечения и развертывания сил флота, а также обеспечения воинских морских перевозок. Зона ответственности Новороссийской ВМБ простирается от границы с Грузией на Черном море до границы с Украиной на Азовском море. С каждым годом в базе наращивается интенсивность боевой учебы, увеличивается объем поставленных перед кораблями и частями задач. В Новороссийской ВМБ регулярно проводятся командно-штабные учения и корабли выходят в море на боевое дежурство. Береговые войска отрабатывают задачи боевой подготовки на войсковых полигонах Юва. В Новороссийске дислоцируются соединения имеющие в своем составе противолодочные и противоминные корабли, поисково-спасательные и гидрографические суда, части тыла и судоремонта. Береговую оборону обеспечивают части береговых войск и морской пехоты, инженерные подразделения. Ежегодно корабли выполняют задачи на учениях под руководством командования ЧАЭФ. Береговые ракетчики ежегодно в рамках сбор похода сил Черноморского флота проводят практически ракетные стрельбы Стаманского полуострова. Моряки-новороссийцы неоднократно удостаивались приза главнокомандующего ВМФ за лучшую ракетную стрельбу. Дважды МТ-Щи Железняков принимал участие в международных маневрах Блык-Сифор. Поисково-спасательные силы флотского объединения обеспечили судоподъем девяти объектов, затонувших в Новороссийской бухте. Военные моряки неоднократно привлекались к ликвидации стихийных последствий в Краснодарском крае. Новороссийскими военными моряками были обнаружены, вытролены и уничтожены. Десять морских мин времен Великой Отечественной войны. 1996 год. Морской тральщик Железняков принял участие в международных военно-морских учениях Сибрис. 1997 год. Весной личный состав объединения принял участие в командно-штабном стратегическом учении Реду-97, проходившем под руководством министра обороны РФ. Оценка, выставленная за учение, подтвердила, что командный пункт способен эффективно управлять силами военно-морского района в боевых условиях. Соединение кораблей охраны водного района активно участвует во всех мероприятиях боевой подготовки Черноморского флота. 2003 год. Подразделению морской пехоты было доверено представлять Андреевский флаг на международном учении «Фарватер мира». Плотские спасатели НВМБ приняли участие в международных учениях авиационно-космического спасательного комплекса «Сарекс МКС-2003». С участием специалистов России, США и Канады, береговые артиллеристы успешно выполнили комплекс мероприятий по освоению и испытанию нового артиллерийского комплекса «Берег», аналогов которому в мире нет. 2008 год. Во время грузии на юго-осетинского вооруженного конфликта подразделения Новороссийской ВМБ приняли участие в десантной операции в рамках вооруженного конфликта в Южной Осетии. С марта 2014 год. Участие частей в крымском кризисе. В сентябре 2015 года возведены причалы для размещения дизель-электрических подводных лодок нового поколения. В ближнесрочной перспективе в состав Новороссийской базы начнут поступать новейшие патрульные корабли проекта «22160 типа» «Василий Быков», из которых будет создано соединение надводных кораблей, обеспечение военно-морского и международного сотрудничества. Командование и личный состав НВМБ обеспечивают на южном направлении страны внешнеполитические связи России с зарубежными государствами. В Новороссийске осуществляют частые заходы иностранные военные корабли. За время существования флотского объединения было обеспечено более 50 деловых и дружественных визитов представителей ВМС США, Великобритании, Франции, Италии, Турции, Греции, Болгарии, Голландии, Уругвая, Грузии, Украины и Румынии. В период подготовки и проведения визитов командованием НВМБ проведены встречи с военно-морскими аташе иностранных государств, а также с послами Италии и Чили, с консулами Франции и Греции. Отработано взаимодействие с ВМС иностранных государств. Новороссийск – это основной пункт по руководству учениями военно-морских сил при черноморских государств. Блык Сифор – на российском побережье. В зоне ответственности база создана и успешно действует постоянный информационный координационный центр по управлению этими учениями. Командиры Новороссийской ВМБ Контр-адмирал Холостяков Георгий Никитич Вице-адмирал Орлов Евгений Васильевич Вице-адмирал Рогатин Владимир Иванович Вице-адмирал Минял Сергей Иванович Контр-адмирал Липинский Анатолий Иванович Контр-адмирал Турилин Александр Васильевич Контр-адмирал Пинчук Сергей Михайлович Капитан один ранга Шастов Олег Николаевич Начальники штаба Новороссийской ВМБ Капитан один ранга Холостяков ГН Вице-адмирал Григорьев ВВ Капитан один ранга Свердлов АВ Контр-адмирал Санькоев Контр-адмирал Холачев ЕГ Контр-адмирал Безмельцев АВ Контр-адмирал Минялес Контр-адмирал Суров АВ Капитан один ранга Крылов ЕГ Капитан один ранга Шастов ОН Капитан один ранга Смирнов ВА Состав НВМБ 382-й отдельный батальон морской пехоты 11-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада